и снова здравствуйте всем привет и так хотелось бы в этом ролике попробовать ставить кости вот в этот плащ так сначала давайте вот вернем персонажа вот такую базовую позу его таймлайн колесиком перекрутим удалим ненужную анимацию делит смотрим что тут получилось выбираем кости заходим в пост мод английская а не у всех костей удалил анимацию и вот у нас тут шипки сейчас тоже удалим долой анимацию долой тоже вот смотрим что происходит все нормально так и как бы это дело все обыграть тройка на нампаде я наверное сейчас так вот это дело оттащу вперед так вот здесь вот что-то потянуло шишка какая-то ну не суть вопроса ладно так оставляем rig и вот этот плащ control и сочетание клавиш и скрываем то что нам не нужно так и тут вопрос вот это дело можно объединить control и сочетание клавиш как бы ставить тут кости чтобы всем этим делом можно было управлять ну давайте пробовать выбираем кости заходим в этот мод тройка на нампаде дублируем какую-нибудь косточку фирт д дублировал две не беда делить бон на этой косточке альт и отключим привязку вот к этому ригу и вот этим частям еще в чем будет вопрос что вот эти вот косточки они уже на замене внешним видом да и это косточка будет тоже заменена тройка на нампаде L давайте перекрутим G подставим где-то к верхней от этой части это будет основная кость да она будет держать вот эти верхние группы так тогда придется я не знаю так как это получится давайте для эксперимента вытащим значит косточки получается если вот эту кость мы будем крутить то вот эта часть должна будет как-то отодвигаться но это тоже будет не есть good давайте тогда alt p clear parent и подсоединяем все вот эти кости так теперь эти кости все привяжем к одной косточке которые будем крутить руководить так это значит нужно вот как-то от груди руководить значит давайте ctrl p и ctrl set привяжем к этой кости а эту кость тогда привяжем к этой ctrl p и ctrl set посмотрим что получится первый раз так делаем так теперь то же самое выбираем несколько вот этих костей отводим значит где-то вот к этой части плаща немножко побольше стыкуем так вот эту часть я наверное костей аж отключу чтобы они не мешали видеть кто это творил как эту кость повыше и выбираем косточку и давайте поделим так эта кость будет основная эта кость это кость это кость это это вяжем к этой ctrl p и ctrl set так ну и назад нужно тоже да много будет костей но тут вот другой вопрос если я привяжу вот это все дело к персонажу то получается рукава будут отлетать значит на рукава тоже нужны кости но если я поставлю на рукава кости то тогда будет вылазить рука потому что это все дело будет по-другому все связываться так ну ладно тогда эксперимент так эксперимент вот это все дело убираем cfd щелчок мира и глобал и перетягиваем на эту сторону так alt h возвращаем рик и вот эти кости привязан значит ключица контрол и и по сет а эту косточку в другой ключицы контрол и и по сет эти косточки то же самое нет только не включится а уже к позвонку должны контрол и и по сет контрол и и по сет тройка на лампаде так тут еще в чем вопрос что нужно тройка на лампаде cfd сдублировать одну кость и сделать ей прям вот так наверно раз чтобы когда мы будем двигать вот этими костями задняя часть у нас не двигалась ну чтобы группы были к ней назначены так эту косточку вот это она будет неподвижная давайте привяжем ее так что нам теперь нужно сделать нам нужно выбрать плащ выбрать нашего персонажа выбрать кости и сделать контрол пи пусть автоматик выйдет так у этого плаща так вот эта часть контрол пи пусть автоматик выйдет все равно вытягивается почему потому что у нее назначены значит назначены значит привязка альт пи clear parent альт пи тип трансформ вот теперь выбираем его выбираем персонажа выбираем кости и контрол пи пусть автоматик выйдет не все равно такая стигня ну тут не суть вопроса что это дело получится так выбираем кости и заходим в просмотр выбираем косточку управляющую а это не управляющая кстати к ней ничего не привязалось так это значит вот эти кости эти двигаются и вот эти кости тоже так и вот эта штукенция тянется за ней значит заходим в просмотр выбираем эту штуку edit mode английская L и английская select отсоединяем ее заходим в object mode так вот эту штуку возвращаем к нашему персонажу где то вот сюда отключаем ей анимацию прикрепляем теперь выбираем а так выбираем персонажа нет сначала эту штуку потом кости через их левой мыши контрол пи выводим игру выбираем эту штуку находим data transfer vertex date vertex group apply и подвигаем к нашему персонажу следом выбираем опять же кости заходим в post mode выбираем верхние кости так она к плащу привязалась и видит так стройка на нампаде не суть вопроса да если теперь мы будем делать g g видите рукав не работает это тогда и тут костина оставлять это уже не есть good получается так же рис делается ну вот сплощем давайте посмотрим как он получится управлять так ну в принципе получается так мы можем вот эти косточки просто придется ну где можно да ну вот можно сделать как будто вот плащ будет развиваться выбираем вот эти так допустим вот эти три косточки g как-то оттягиваем их здесь можно их перекрутить отдельно подогнать назад даже можно их чуть-чуть перекрутить как будто они ушли в бок и эту косточку подогнать так вот сделать и посмотрим что получается ну вот видите плащем можно руководить ну так вот эта кость не привязалась большая кость это не привязалась нужно просто здесь такие мелкие попоставить тупик 4 потому что вот смотрите сейчас мы будем руководить вот этими костями вот так допустим n n Здесь нужно будет выбирать несколько костей, как R2, тогда тут тоже кости нужно поставить. В принципе, плащем можно будет управлять, но теперь нужно разобраться с руками, да. Это значит английская A, потом A, не пардоньте. Ну да, Alt, G, Alt, R, пойдет, вот там, грубо отдельно разлетелись, ничем не проблема, заходим в Edit Mode, если мы сейчас скопируем вот эти вот косточки, да, вот эти шею D, щелк-щелк, тройка на нампаде и подведем, допустим, к плащу. Так. Мне вот нужно теперь вот эти косточки связать с этими костями. Значит, эту кость я привяжу к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset. Эту кость привяжу к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset. А эту косточку с этой, Ctrl-P, Keep Offset. Теперь вот эти три кости я скопирую. Единица нампаде, Shift-D, щелк-щелк, право-коскором, мыши Miro is Global. Ставлю, значит, Shift-Dive, Object Mode, так, Edit Mode, вот эта кость почему не привязалась. Давайте Delete Mode. Вот эти две скопируем в Shift-D, тройка на нампаде, вытягиваем вперед и подставляем, значит, сзади вот этого кикеля и чуть-чуть пониже. Эту кость тогда, в принципе, вот эти кости, которые здесь находятся, можно поставить какую-то одну и вязать к ней. Да. Ну, давайте я просто пока как это привяжу, Ctrl-P. Так. Ctrl-P, Keep Offset. Ну, а теперь нужно посмотреть, как это дело все состыкуется. Так. Так. Вот эту штуку. Apply. Опа. Alt-P. 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 Clear Parent. Эту штуку назад. Выбираем плащ. Так. Так. Открутим его анимацию. Alt-P. Clear Parent. И Alt-P. Hit Transform. Выбираем плащ. Выбираем нашу сервис функцию. Потом кости. Ctrl-P. Ульт Автоматик. Ульт Автоматик. Ульт Автоматик. Ульт Автоматик. Выбираем только кости. Заходим в PostMod. Так. Здесь вот эта лечица есть. Так. А руки куда пропали? Аааа. Руки встали на место. Так. Ctrl-Z. Тут вот нужно разобраться. Еще как вот выбирать кости. Которые нужно будет двигать. Так. Это значит вот сюда. Так. Руки вот теперь вылазит. Но это можно плащ с культ мод подправить. Да? И теперь если мы будем выбирать. персонажа. Ctrl-Z. Ну правильно. Так. Это значит нужно было еще... Ага. Что-то куда-то эти кости веришь на... Это что вот это за кости? Надо полностью так доставить. И вот с этим кубом выбирать. Костости управляющие. на инвертский нематик. Ниже. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Вот эти кости. Ну так в принципе... Потропали. на инвертский. Так. Ладно. А что если сейчас мы еще сделаем вот таким вот образом? Да? так. Выберем еще плащ. Выберем кости. И сделаем так. Ctrl-P. With MCDrew. Выберем теперь только плащ. И добавим опять же на транспект. Выбираем нашего персонажа. Vertex. Vertex. Зуб. Еще добавим. Apply. Все. Тогда кости не при делах. Тогда кости не при делах. Ну это значит нужно вставлять полностью. делать тоже с инвертским нематиком вот этот вот плащ. Давайте попробуем. Так. Вот это я сейчас удалю. Delete. Bond. И вот это тоже. Delete. Так. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Вытаскиваем другую косточку. Давайте. Вот эту. Save them. Alt-P. Clear parent. Alt-P. Пойдет. Alt-P. Clear parent. Пойдет. Так. Все мягко на нам паде. R. Вставляем значит ключицу. Это G. Это R. Пойдет. 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 Е. И еще раз. Вот так вот. Е. Здесь вытащим. А ну-ка, ладно, по примитиву попробуем. И вот это её связано. Опа, не там вытащим. Delete, boom. А ну-ка, Ctrl Z, Ctrl Z. Так, Yen. Alt P, Clear Parent. Вот это привязано на эту. Ctrl P, Keep Up Set. Так, единица на numpad. И вот это всё дело, значит, копируем. Единица на numpad. Ширисден. Право только мыши мира или глобал. И ставим на эту сторону. Так, теперь вот эти две ключицы, вот эту и вот эту, вяжем. Вот эту вяжем с этой. Ctrl P. Так, Ctrl P, Keep Up Set. А эту ключицу вяжем с этой. Ctrl P, Keep Up Set. Нормально. Опа. Выбираем петель, выбираем кости. Ctrl P, Keep Up Set. Все нормально. Не паникуем. Делаем вот так. И выбираем ключицы. Стойка на numpad. И собачиваем. Кота это кто-то тут. А, пардон. Тут же ещё инверт кинематики, да? Будут. Ладно. Поставляем назад. Эту кость, вот эту кость убираем. Или также, а ну конечно, вот эту выбрать. И привязать к этой, это Ctrl P. И вон. Ага-га-га-га-га-га-га-га-га-га. И тогда получается, G, весь кикель можем поднимать. И не есть хорошо. Тогда сделаем универт кинематик. Эту кость на эту. Ctrl 6 C, универт кинематик на две кости. И вот эту косточку тоже. Ctrl 6 C, универт кинематик на две кости. И теперь мы можем выбирать вот эту кость вместе с этой. Правильно? G. Ну да, только чуть-чуть нужно косточки. Так. Вот эту кость. Включить кверху. Так. Значит включиться кверху. Ага. Включиться кверху. Дополнительные будут, значит, кости. Этими костями, значит, можем немножко подправлять. Что еще мы можем сделать? Нужно кости в Edit Mode довести. Просто они не видят, я их поставил, а по локтю не прогнал. И получается они не понимают, куда им гнуться. Так. Это получается, выбираем кости. Full Note. Рука. Inverse Cinematic. G. В принципе, а не в принципе, видите вылазит рука. Рука вылазит. Вот. Это там вот тоже не есть good. Это вообще не есть хорошо. Для юбки еще пошло бы там. Для какой-нибудь там мелочи. Для рубашки, допустим. Или там футболка. А вот для плаща никак вот я не могу подгадать, как это все дело настроить. Или сделать. Вот. Идет изгиб. И плащ больше сделать. Или убрать во все руки нафиг. Сделать их прям тонкими-тонкими. выглядеть. Ну, давайте так протестируем вообще, что тут получается. Если мы сейчас будем управлять и опускать персонажа. Ну, вот все правильно. Пустили вместе. Так. Да. Руки вот и вылазит. Значит, руки G. Ну, с руками, короче. Потом все кеями надо будет вот это все дело подтягивать. Как-то, что я все еще продумал. Да? Наверное. Так. Теперь ногу вперед. И вот здесь нас интересует что? Нас интересуют вот эти кости. Проблема еще в чем? Чтобы при анимации не зацеплять потом все кости, которые нам нужно трогать. Так. Это значит G. Миню G. Миню G. Вот так вот. Н. И управляшку нужно делать как бы на две кости. Это значит R. Это значит R. Назад уходит. Тут эту можно довести. Руки G. Держи. Эту подтянуть. Так. Теперь получается вот эта кость централка оттягивается. Здесь эта косточка оттягивается. Так. Здесь мы можем вот так все это дело обыскивать. убираем вот эти кости и делаем R, и делаем G. Вот. Вот эти кости делаем вот так. И вот эту кость тоже G, R. Ну, в принципе, во всём можно управлять. Можно его тут корректировать для каких-то анимаций. Допустим, я не говорю, что там бег, прям какая-то там ситуация там. Хотя почему бы и нет, и беги можно сделать. Ну, нужно разобраться, как крепить вот эти руки. Это значит R загибаем, две кости выбираем, потом вот эти кости можно подсогнуть. Да, геморно. Ну, результат, думаю, будет того стоить. Будет прикольно персонаж бежать, ходить. Ну, вот руками, да, руками тут уже. Единственное, что можно сделать, это разделить плащ, значит, на вот эту часть сделать разрез где-то вот здесь вот так подмышкой и отделить, допустим, вот эту заднюю часть от рук и плечей от этого. И тогда кости можно будет ставить только в эти части, а вот рукава будут привязаны именно МТ-групп. И тогда мы можем вот этими управлять плащем, не затрагивая руки. Вот как это мы можем сделать. Это сделать вообще не проблема, правильно? Смотрите. Возвращаемся назад и смотрите, что можно, значит, замутить. Мы выбираем плащ, CTRL-I, H, выбираем плащ, заходим к лудам и заходим в Edit Mode, допустим, да? Делаем C английскую. Так, правая кнопка убираем. Сейчас свет, чтобы все убиралось. Так, вот эту часть мы оставляем. Допустим, вот эта двигаться не будет. Нам нужна только вот эта вот часть. Вот это. Ну, конечно, по полигонам тут нужно, так сказать, поровнись это выбрать. Опять же, C. Так, ну, верхняя часть нам вот это уже не нужна, потому что он будет двигаться в плащ только до пояса. Ну, возможно, где-то C вот эти части еще добавить. Опять же, вот это перебор. Это будет слишком многовато. Так, ладно, уберем. Ну, и вот с этой части тоже здесь нам подыгоны не нужны. Вот до таза делаем. Так, вроде бы все нормально, да? И делаем C selected. Отсоединяем эту часть. Обжиг нот. Троицкая единица в нампаде. Alt, H. Возвращаемся назад. И теперь вот что мы делаем. Заходим, выбираем кости. Убираем кости, заходим в Edit Mode. Выбираем ключицу. Вот эту часть. Вот эту кость наверно. Так, да. Вот эту тоже нафиг. Вот эту нафиг. Так, вот эту тоже. Рай мне помер. И вот эту тоже. Делаем Delete. Бон. У нас остаются только вот эти кости. Бон. Вот эти тоже так продублируем. SSD. Все, все. Бон. Рядышком их поставим. Все. Вот эта часть даже нам не нужна будет. Так. Конечно, до тазов поднять. Ну ладно, эксперимент все-таки. Проба. А там уже. будет конечный результат на каком-нибудь. Да, может быть на этом персонаже попробую сделать уже анимацию с доработками. Object Mode. Выбираем верхнюю часть вот эту. Alt P Clear Parent и Alt P Hit Transform. Так. Теперь выбираем вот эту часть, которую мы отделили. И персонада. Ctrl P. Так. Погости. 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 Вот так. А потом только в кости. Ctrl P. Вычет. Автоматик выйти. Есть. А эту часть. Так. А эту часть мы заведем назад. Вот так вот. И привяжем ее. Alt. Так. Эту часть мы заведем назад. Ctrl P. Не получается. А, еще я кости не выбрал. Ctrl P. Ctrl P. Ctrl P. Мст. Выбираем часть вот эту. И заходим опять же даться транспермное персоназу. Version. Verse Native. Verse Native. Verse Native. Verse Native. Verse Native. И все это дело apply. Применяем. Так, ну тут опять же подкорректировать надо, так, не без этого, G, вот так. Теперь выбираем только кости и заходим в PostMod. Так, а те только кости мы удалили, а к этим я не привязался, да, значит, эти вот, а нет, всё нормально, это к этой ключице, так, ну давайте вот к этой кости Ctrl-P и PostMod, это, значит, тоже косточки, которая двигаться не будет, так, значит, тоже к этой, Ctrl-P и PostMod, ну и сапривяженным, так, а эти к этой привязаны, наверное, сапривяженным. Так, ну ладно, редко привязываем этой Ctrl-P и PostMod, а это привязан с этим. Ctrl-P и PostMod. Заходим в PostMod, строится на нампаде. Так, верхние кости убираем и можно его подставить назад. Минус какой будет? Возможно будет вот это вот, как её называют, крещины. О, ну это можно будет подкорректировать. В принципе, вот не видно. Рубашка вылазит. Нужно будет теперь подтянуть, подстраивать. Ну вот, где-то что-то перекроет вот эта задняя накидка. Вот по ней нужно будет ориентироваться. Так, смотрим. Теперь, если мы будем выпускать персонажа, то вы видите, что верхняя часть у нас работает нормально. Единственное, что она почерет. Да нет, по текстуре все хорошо. Так, это значит, Ctrl-Z. Ну давайте какую-нибудь походку ему создадим, простенькую. Так, я вот этого персонажа в файл. Попробуем. 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 Чтобы потом ещё, значит, геморройно поработать с ним. Попробуем. Так, это сюда, N. Так, вот эта кнопочка нам не нужна, и вот это тоже не нужно. А пока. Делаем L. Это, значит, делаем L и D. Надо вот эти кости, наверное, посвязать будет. Это особо удобно управлять, именно, чтобы, ну так, натягивалось тут что-то. Растягивалось, натягивалось. Так. Теперь нам нужно вот этот плач в бок увести. А ну-ка, проверяем, как тут всё работает. Опять же, работает всё отсоединено. Так, Ctrl-Z. Ну это, если сейчас всё это опять же привязать, то, получается, мы будем управлять всей вот этой линией, и где-то, возможно, мы не сможем обойти ногу. После надо их как-то ещё привязать частично к каким-то отдельным костям. Ну, допустим, ещё одну косточку, управляшку делать, и с ней две косточки вязать. Эти две и эти две. Вот будут две косточки, которые можно будет крутить, и они будут повторять движение, значит, вот этого персонажа. Так. Так. И вот эти тоже. Эль. 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 Опа. И. Эль. Эль. Опа. И. Эль. Ай. Эль. Эль. Это часть, значит, R уходит к ноге. Однако мы стоим, смотрите, к next様. Questo вышло, значит, R уходит к ноге. Вот здесь эта кость попала. Со recognогаุация, в котором их��ает, без ног. Эль. Опа. вот не хватает одной кости, вот именно для таза. Запоминаем, вот к этой части можно дотянуть, это пока эксперимент, значит эксперимент и метод тыка самый важный это, самая важная штука. И вот эти части, G, R, здесь значит от кителя R, где-то тоже можно G оттянуть, здесь тоже G оттягиваем, создаем какую-нибудь волну тут, этакую. Г, Р, здесь, и. Г, Р, здесь, и. Готово. Готово. получилось. В принципе, волна нормальная. Вот идет здесь вот разрыв, вот он, видите, он почему идет, что я взял и не подкорректировал вот эту косточку. Вот эта кость одна должна быть фиксирована, она не должна уходить с этой точки. Вот так. Здесь, в принципе, таких порывов сзади нет, просто кости вот эти все перевязываются, этот шок идет ниже. И здесь назначены группы. Так, ну, с рукавом, понятно, тут просто чуть-чуть, возможно, смещение где-то произошло. Вот если сейчас в обзор мод зайти, то можно с помощью мов все это сделаем, ну, где-то подтянуть, зайти в скульпт-мод. Что тут такое? Так, вот это... А, рукав, он не потянется. Почему? Потому что он назначен именно минфигру, он уже не будет корректироваться. Ну, тогда один вариант, это шифтом поприбрать рукава. Так, а почему не вылазит? А почему вылазит стали? И вот эту часть, ну, давайте попробуем S чуть-чуть побольше сделать. Угу. И G. Вот тут как-то ее подкорректировать. Вот он продолжит. Так, вот эта часть идет назад. Ну, добавить каких-то частей, которые перекроют вот эти вот косяки. Или, допустим, долепить тут массу побольше. Или сразу перед тем, как привязывать их MC-групп. Нужно убрать вот эти все, ну, сделать руки потоньше. И тогда оно связывается, и я думаю, что вылазить уже не будет. Так, рот строится на лампаде. Вот, нот. Это рот. Еще ему трубку дать. И этот, как он называется. А, вот просто там кто-то подтягивается. Ну, это все поправимо. Это мелочи. Заменяем кости на вот эти управляшки. А вот он еще. Вот здесь должны тоже быть кости. Вот у этих двух костей. Эти не хватает до таза, где вот именно линия разреза. Там не хватает здесь на связке костей. Вот поэтому будут вот эти разрывы. Если здесь она перекрывается. Вот этими костями связывает их. И уже разрыва нет. Мы можем, вот видите, корректировать этот разрыв. И все будет хорошо. Вот так вот и надо делать побольше костей, значит, жарить. Ну и все. И делаем потом анимацию. Или, возможно, делаем анимацию именно Мирсама. Самому персонажу. А вот этот тиккель. Вот этот тиккель уже закидываем. И под анимацию ходьбы просто добавляем вот эти все движения. Ну, где-то так. Ну, в принципе, ну, вариант живучий, да? Можно так делать. Можно даже создать движение ветра тут, там, побольше. Извиваться. Чтобы извивалось что-то. Вот я еще подумал над вопросом, как их объединять. Оставлять по две косточки вот так вот, ну, скрепленные. Ну, чтобы вот все вот эти кости постоянно вот так вот не сбивались. Вот я беру одну. Я регулирую это дело одной косточкой. И здесь тоже одной. Ну, если я буду их пачками вот так, допустим, вот от этой косточки, вот от этой, я буду их все крутить. Тогда я не смогу подправлять их вот так вот индивидуально. Вот так. Можно сделать каким образом? Значит, вот эту линию, вот эту линию. Так, вот эти задние-то они фиксированы, они чисто будут работать снизу. А вот эту линию можно сделать, чтобы она из-под мышки тоже так согнулась. Но я еще вот над этим делом посижу, подумаю, что-то, возможно, вам придет в голову, как это дело все обыграть. И заменить на что их. Это надо уже по цвету их как-то определять именно. Назначать блок группы цветовые, чтобы не путаться. Допустим, задние кости будут зеленые, эти будут, допустим, зеленые, эти синие, а эти будут красные. Вот так, чтобы я знал, что красная кость, это именно здесь, с этой стороны, и не путался. Ну вот, такой вариант, в принципе, ничего. Плащ на месте, с руками еще разобраться, просто сбился, значит, плащ тут. Это бывает такое вылазить, но это не по месту, это можно попрекать. И разобраться вот с этим словом, добавить, значит, сюда стыковые кости, которые не будут двигаться. И тогда этого, вот этого разрыва не будет. И все будет выглядеть, вот так вот тут. Шовчик есть, конечно, вот его видно, но его можно как-то замаскировать. Вот сейчас взять, вот раз, косточку, оп, а эту косточку, оп, вот подровнять. Ну, короче, этот стык нужно придумать, как бы обыграть. Возможно, здесь будет одна вдоль кость, а от нее будут привязаны остальные. И будет нормально. Все, всем пока. Вот такие, значит, идеи. Вот такая вот попытка понять, как можно это дело обыграть. Для, ну, без симуляции, а чисто костями анимировать. Если мы понимаем, что понятно, что у нас все немного не может быть неделю. – что означает невыгаемость, во всяком. То есть просто так İn entering. Но в нас появится земляк.